С чем связан вечный поиск идеала? А в какой сфере, скажи мне, идеал? А вообще в жизни? Женщина всегда хочет стать идеальной, женщина всегда ищет идеального мужчину, всегда что-то не то. Вообще, мне кажется, тема крутая про идеал. Идеальный мужчина. Наверное, давай посмотрим через призму, потому что всё не охватить. Девчонки, которые всё время ищут идеального мужчину. Там, на самом деле, идеал – это хитрая такая история. Кстати, мужчины тоже ищут идеальную женщину. Это очень интересная история, потому что инвестиция в идеал, эмоциональная инвестиция своей энергии, это хороший способ, в общем-то, ни с кем не выстраивать реальные отношения. Если смотреть психоанализы, есть такая тенденция всегда связывать с определённой мифологией, и особенно юнгиановский анализ, он славится тем, что очень интересным образом рассматриваются мифы. Так вот, если мы говорим про женщину, которая ищет идеального мужчину, то мы с вами можем назвать это комплексом той самой Электры. Электры – это дочка Агаамемна, прекрасной Клитымнестры. Клитымнестры – это сестра той самой Елены Прекрасной. Та самая Елена Прекрасная, благодаря которой пало трое. Агаамемнон должен был помогать своему брату Менелаю, потому что у него похитили невесту, жену, вернее. Когда ему обеспечили любовь этой Елены Прекрасной, возникла большая война. И вот тогда Агаамемнон оставил свою семью, Клитымнестру, свою дочь, вернее, у него было три дочери и сын, и отправился помогать своему брату Менелаю, в общем-то, бороться за свою жену и разрушать Трою. Трою-то они как бы захватили. Вопрос в том, что для того, чтобы туда поехать, Агаамемнон принес в жертву свою старшую дочь, Эфигению. И вот дальше очень интересно разворачивается история, опять же, мы знаем Одиссеи, Иляди, это Гомер подробно это рассказывает. Получилось так, что когда он возвращается, его вот эта Клитымнестр, жена, убивает. И спустя годы Электра не может пережить то, что её отец убит. И она ждёт и ожидает того, как он будет отомщён. Она ждёт своего брата Ороста, который должен прийти. И там непонятно, то ли Орост убил, мать, то ли они вместе. Это такая уже история, которая спрятана. Но в чём фишка? Фишка в том, что вот эта Электра, она как бы утратила контакт с отцом. Я сейчас хочу перейти от мифа к реальной нашей жизни здесь сейчас. Отец покинул семью. Более того, мы смотрим, он принёс Эфигению в жертву. Ради, по-моему, попутного ветра богини потребовали от него, чтобы он её убил. И тогда будет им там сопутствовать ведь. И он убивает свою дочь, старшую, но покидает дом. Но дочка продолжает любить этого отца. Более того, она отвергает свою мать. Она как бы ответственная за то, что произошло, и что вот это расставание перекладывает на мать. Если мы возвращаемся в современное время, то как мы можем это рассмотреть? Мы видим, что разошлись люди. Отец ушёл. Либо, не дай бог, отец скончался. В семье утрата. И очень по-разному дети с этим справляются. Вот очень часто бывает так, что девочка не может пережить утрату отца. И если отец ушёл, то она это воспринимает, что он ушёл от неё. И ушёл из-за матери. И очень часто возникает такой способ взаимодействия. То есть вырастают женщины, которые полностью отчуждены от своих матерей. Они испытывают к матерям неприязнь, ненависть, склонны во всём обвинять своих матерей, во всех своих бедах. И главная цель такой женщины не быть, как её мать. При этом отец идеализируется. А почему? Потому что его нет, реального отца нет. Отец ушёл. Но мама, например, очень часто, она запрещает дочери о папе разговаривать. Или мама говорит о папе только очень плохо. Или мама, например, говорит о том, что он нас бросил, оставил. Или мама не хочет, чтобы девочка с отцом взаимодействовала. То есть девочка испытывает огромное напряжение и плохо. И она вырастает, и она отца своего воспринимает как некий идеал, недоступный, недосягаемый. А мать как что-то такое неприятное, отвратительное, агрессивное и так далее. Они вырастают, и в итоге они начинают очень плохой контакт с собственным женским, потому что полное отрицание матери. Они так и остаются вечными такими подростками, можно так сказать, обожающими лёгкие праздники, обожающие литературу и какие-нибудь там книги. Они уходят в мир фантазий, и они не хотят быть в этой реальности, в той реальности, где они не способны пережить эту утрату. И тогда получается, что этот мир фантазии её захватывает настолько сильно, вот она вырастает, у неё может быть главная цель это не быть как мама. Мама с её там какими-то домашними функциями, с какими-то там простыми вопросами, может быть, с неидеальным каким-то фигурой или ещё чем-то. Она просто вызывает море отвращения. И она говорит, я так как мать, никогда не буду. Я не буду. И тогда она начинает делать всё напротив тому, что делает мать. И такое отвергание всего, что может дать мать, отчуждает её, в том числе, от своего женского. Дальше это всё развивается и во взрослом возрасте. Во-первых, могут быть трудности с деторождением, потому что вот эта женская функция не интегрирует. Во-вторых, вечное, бессознательное горевание по поводу ухода отца и идеализация, естественно, этого отца как будто бы не позволяет видеть других мужчин. И тогда вот этот идеал, вот этот идеальный мужчина, вот он должен быть таким, как хочется. И все остальные какие-то не такие. А оказывается, что бессознательное это идеал мужчины, который был когда-то. И эти женщины, кстати, в браке очень часто, если они выходят замуж, они начинают к своему мужу предъявлять те претензии, те потребности, которые должен был бы удовлетворять бы отец. И, кстати, или и брат. У них даже может быть такое, что, живя с мужчиной в одном доме, очень быстро утрачивается сексуальное влечение. То есть, как будто бы функция влечения может быть выведена вне семьи. С кем она живет вместе, она идеализирует, и в то же время он как отец становится, или как брат. Такая сложная достаточно конструкция. Так вот, для того, чтобы девочка могла реально увидеть мужчину, первое, что она должна сделать в рамках юнгиановского подхода, это позволить себе горевать по поводу отца и понять, что да, вот это расставание, оно было, я в нем застряла, но мне нужно это пройти. И в этом горевании, то есть перестать горевать, отпустить, для того, чтобы это произошло, она должна разозлиться на отца. Потому что в детстве получилось, что ярость заблокировалась. То есть, если у матери эта ярость была, то у ребенка эта ярость заблокировалась, гнев заблокировался. И наоборот, произошла идеализация. И получается, что вот это вечное такое ношение внутри себя вот этого идеала. Для того, чтобы отказаться от идеала, нужно понять, что в моем прошлом было, когда я фантазировала, создавала этот идеал и представляла этот какой-то идеальный образ. Первая это отцовская фигура, которая была утрачена. Может быть, иногда первая любовь, которая была утрачена. Это не отец, а первая любовь, и тогда я ее возьму, идеализирую, мумифицирую, откажусь переживать разрыв, и тогда я буду таскать это все внутри себя, и я не буду видеть реального человека. Такое, может быть, он становится для меня идеальным только потому, что он ушел, он отверг меня, он отверг меня, я не могу на него разозлиться, я его буду идеализировать. Гнев нужен для того, чтобы отделиться. Это важная эмоция. И тогда первый этот этап это отделиться. А вторая причина, которая тоже может быть, склонность к идеалу, когда человек, мы же все так устроены, что если в концепции Юнга, мы очень часто проецируем на партнера свои собственные черты противоположного пола. Вот концепция Юнга аниму и анимус, то, что находится в нашем глубоком бессознательном, то есть, такой глубокий уровень нашего бессознательного. Например, у девочки анимус опять же состоит из отца, отцовской фигуры и фигуры отца ее матери. И вот этот образ какой-то внутри, который у нас глубоко запрятан, у нас есть, он может разными сторонами и плюсами, и минусами разворачиваться. И у нас есть, в каждом из нас есть черты противоположного пола, которые присущи вот этой нашей части. И очень часто мы как раз проецируем на другого человека вот эту свою часть, то есть те свои черты, те свои способности, которые в нас есть и которые мы хотим видеть в другом человеке. И если человек носитель этих черт, то мы его начинаем очень любить. Вопрос в другом, что очень часто мы все это спроецировали, мы его наполнили своими фантазиями, а потом через какое-то время мы видим, что этот человек немножко другой, нам становится очень плохо. И тогда что мы делаем? Мы начинаем приписывать ему все негативные качества вот этого нашего внутреннего объекта. Вот так отношения и портятся. Поэтому мне очень нравится точная фраза Шерон Стунн, иногда девочки становятся теми самыми мужьями, за которыми... Или мужчинами? Мужчинами, мне кажется, да. Мужчинами, за которых когда-то они хотели выйти замуж. То есть, по сути, мы о чем говорим? О том, что сначала они на них спроецировали, потом они пришли и увидели реальность, и они поняли, что он немножко не тот, а потом они это в себе воплотили. Мы можем также сказать по-другому, что взрослые женщины становятся теми мужчинами, за которых они собирались выйти замуж когда-то. А молодые женщины выходят за тех мужчин, задатки которых у них есть внутри. И это тоже может работать и в ту и в другую сторону. Это же все связано опять же с самооценкой. Выбор партнера сильно связан с самооценкой. Не все, конечно, но выбор партнера сильно связан с самооценкой, потому что если я себя чувствую уверенно, если я понимаю, воспринимаю себя как ценность, то я не боюсь видеть реальность. Я не боюсь проявляться. И самое главное, вот эти девушки, о которых я говорила, с комплексом электро, они совершенно не выносят отказа. Они отказ любой со стороны мужчины воспринимают как жесткое отвержение, для них это просто невыносимо. У них часто много нарциссических черт. А нарциссические черта, комплекс неполноценности, низкая самооценка это все немножко близко. Так вот, конечно же, если у меня низкая самооценка, если я жутко боюсь получить отказ, то я буду бояться давать мужчине сигнал о том, что мне нравится. Я буду бояться проявлять сама какую-то инициативу. Я буду цепляться за идеал и буду про каждого говорить, что он не совсем то, что мне нужно, только потому, что мне страшно с реальным человеком быть реальной. Фантазия, она безопасна. Фантазия об идеале позволяет мне не видеть реального мужчину, не входить с ним в контакт, а значит, не рисковать. И здесь очень интересный момент. А когда я вижу реального мужчину, вот я его вижу, этого реального мужчину, я ему могу понравиться, могу не понравиться. Что будет со мной, если он меня не выберет? Насколько во мне хватит любви к себе, принятия себя? Насколько у меня в моем прошлом был опыт, что меня тот же самый папа любит и принимает, чтобы я могла с этим справиться? А если этого опыта нет, и тогда вот этот объект, который, например, отказал, всё это, катастрофа, я фрагментируюсь, разрушаюсь, и всё, я себя атакую. И тогда что делает женщина? Она ожидает, пока на неё обратят внимание. Более того, много раз подтвердят, что она ценность, а более того, даже когда он её любит и обожает, она будет это обесценивать. То есть тот мужчина, который её любит и обожает, он неценен становится. Он даже может вызывать отвращение. Вот это реально из практики. У меня вызывают отвращение те мужчины, которые за мной ухаживают. Но те, кого я люблю, формулируется так, они на меня отношения, они не вызывают у меня симпатии. А я, как психолог, понимаю, что те, кто меня отвергают, вызывают у меня любовь, вызывают у меня внимание. И вот тут получается, что это такая очень тонкая работа, начать к себе относиться достаточно хорошо, чтобы понять, что другой человек это не приговор, другой человек это не экзаменатор, что мы имеем право нравиться, но мы имеем право и не всем нравиться. И что отношения, они живые. И тогда мы можем совершать попытки. Тогда мы можем принять, если что-то не получилось. А если я должна нравиться всем всегда и быть лучше всех, и если это не так, то я в глубокой апатии, меланхолии, то да, ищи, ищи комплекс электро, потому что основная черта это постоянная меланхолия, депрессия, печаль по утрате того, кто ее любил сто процентов, как ей кажется. Он, правда, может быть, убил другую дочь, но это уже второй вопрос. И тогда очень часто для того, чтобы у девочки пошла ее жизнь, пошло, и надо пройти, отпустить этот траур по отцу, пережить гнев к нему и отпустить этот гнев, и начать по-другому с матерью. И это очень сложно. Вот эта история про маму, это очень сложно. Перестать эту мать отвергать и ненавидеть. Найти с ней что-то, какую-то, проложить эту линию, за что можно как бы дальше эти отношения двигать. И вот очень часто вот это вот отвращение к матери и отвращение к тем, кто меня любят, мужчины, она может быть связана. То есть я испытываю отвращение к себе, но я проецирую на тех людей, которые меня любят. Потому что как вы можете меня любить? Вы что, сумасшедшие? И получается, с одной стороны, я Лев Толстой, а с другой стороны, хрен простой. Потому что, с одной стороны, я хочу, чтобы меня любили все, желали все, и я была самой лучшей. А с другой стороны, я совершенно не чувствую себя таковой. И для меня вся эта внешняя поддержка это просто вот способ выживать. И мне никогда недостаточно мужского внимания, никогда недостаточно любви. И более того, очень часто такие женщины, когда появляется мужчина, который их любит, и отношения начинают развиваться, и вдруг он ей действительно нравится, они начинают его проверять на прочность. Они начинают его провоцировать до такой степени, чтобы все-таки он сломался. А почему? Потому что, если он мне нравится, мне так страшно, что он меня оставит, и мне нужно постоянно его проверять на прочность, что-то делать такое, чтобы он должен меня оставить. А вот если он меня не оставляет, а продолжает со мной общаться Вот мы ругаемся, ссоримся, а он всё равно возвращается Это значит, что он меня любит То есть настолько нет доверия к тому, что меня могут любить Что только через эти бесконечные проверки Отношения очень сильно разрушаются Через некоторое время вот эта бесконечная раскачка приводит к тому, что истощение Поэтому первое для того, чтобы отношения построить Нужно полюбить себя, принять себя И принять себя не в том, что я теперь идеальна Не про прокачку собственной грандиозности Нет, а про то, что я к себе отношусь хорошо Я радуюсь себе, что я в этом мире есть Я принимаю в себя своё тело, свою внешность Своё мировоззрение, своё существо Я принимаю тех людей, которые дали мне эту жизнь Но я не обязана жить так же, как они И я открыта этому миру, этому новому миру Я хочу видеть реалии Я хочу полностью прожить тот опыт, который мне дан Я хочу чувствовать удовольствие этой жизни И чувствовать всё И вот тут какое-то такое принятие себя И если человек принимает себя как такового Ему не нужно постоянно выдерживать эту реальность Которая будет его возвращать к тому, какой он есть Если я себя принимаю, то даже если какой-то человек говорит Слушай, ну извини, но я-то себя принимаю И я тогда выдержу это Будет ли мне неприятно? Будет Но я это выдержу Я всегда говорю, что принимайте, любите себя И это не значит идеализируйте себя И это не значит быть эгоистом Любить себя, принимать себя Это значит испытывать положительные эмоции К самому факту своего существования Ощущать себя значимым и важным Для самого себя в первую очередь Легко и свободно взаимодействовать с этим миром С теми возможностями, которые есть С другими людьми Быть открытым опыту Я приглашаю на курс самооценки Кому это интересно, я буду рада Потому что курс очень фундаментальный, системный Деликатный, очень аккуратный И мы прорабатываем как раз как слоёный пирог Мы прорабатываем разные наши функции Начиная от функции мышления, заканчивая функции ощущения Движемся Мы работаем и с бессознательным У нас богатая, интересная, увлекательная программа Которая позволяет за определённое время Это не программа трёх недель Нет, но время здесь важный ингредиент За счёт того, что человек меняется только в процессе делания Мы меняемся только в процессе деятельности Можно прослушать миллион лекций 350 вебинаров Это только в процессе деятельности Поэтому, конечно, программа у нас практикоориентированная И она не для тех людей, которые хотят просто заплатить деньги Откупиться от этой жизни Заплатил деньги, всё будет Это не так Там надо работать, там надо выполнять упражнения Там надо выделить определённое время И монотонно двигаться У всех разная динамика в достижении Но результаты очень хорошие Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!